Моё путешествие начинается, сейчас первая посадка в самолёт до Москвы, потом с Москвы уже в Италию парит. Понемногу буду снимать, чтобы показать вам эту паломническую поездку к святителю Николаю Беликийскому чудо-донцу. Немножечко ещё поделюсь. Прилетел я, значит, уже в Домодедово. Почему лечу в Италию, как уже ранее я сказал, благодаря безусловному Господу и людям, тем очень добродушным, которые сделали мне этот подарок. По сути, рассказывать вам о значимости святителя Николая Чудотворца не приходится, потому что каждый в своей жизни хоть раз обращался за молитвенной помощью к святителю. Однозначно не сам святитель помогает, а его молитвами помогает Господь. Но постараюсь об этой поездке вам побольше рассказать, поснимать и показать. Продолжение следует... Продолжение следует... Для тех, кто не летал никогда на самолёте, показывают, что иногда пригласят покушать. Сумбаюк для детей с позитивом. И, не знаю, овощи. Гречка с овощами. Мы и прилетели в аэропорт Бари. В общем, долетели мы хорошо, плодотворно. Познакомимся с двумя замечательными девушками. Пообщались. Девушки, посмотрите. Пусть на вас люди посмотрят. Замечательные девушки. Пообщались. И потом вам чуть-чуть кратенько о социальном уровне жизни расскажу в Италии. Вот эта замечательная девушка рассказала. Бабушка. Ну, вечно молодая. Вечно молодая. Вот. И потом дальше буду показывать. В общем, жду я, пока приедут и встретят. Нахожусь в поле. На школе. Там встречающие виды. С рабочими табличками. Немножко есть люди. Далее будет уже путь дорога. Сейчас едем в электрички. На такой пояс электричкой столице. Здесь мы будем проживать. Немножечко покажу вам, как едем. Я бы сказал, что не особо такие виды пока. Станция Бари Централи. Самое удивительное. Самое удивительное, что едешь и каждая остановка называется Бари Централи. Я бы, как русский человек, уже бы вышел на второй остановке. Потому что обычно у нас как называют. Какая следующая остановка, то и выходишь, какая тебе нужна. А здесь одна и та же постояет. Ну, называется как бы, я так предполагаю, что конечная. А в какую сторону идёт. Никак у нас. Ну, нюанс такой. Площадь трёх вокзалов. Фонтанчик их. И тут, вот где мы приехали, гостиницы. Центральная улица у них здесь в Бари. Как говорят, тут самые лучшие у них бутики. Умные люди уже узнали, что здесь есть. Здесь люди отдыхают, общаются. Ну, не могу сказать, что слишком тут красивые. Ну, в плане людей внешности. Обычные. Чем-то с цыганами похожи. Ну, не знаю, по мне так. Хотя тоже есть какая-то изюминка. Изюминка. И с тому какому-то человеку. Я сначала думал, что нагло что-то ему село. Оказывается, это у него шляпа такая. Ну, мы люди простые. Поэтому, что видим, то и говорим. Мы любим такие одежды. Пиджачки строгие. Да. Люблю такой строгий. Ну, поскольку не можешь себе это позвольствовать. Ходишь подряснить. Возможно, брюхо отходить. Да, можно. Надо будет это вырезать. Так, вы же снимаете, вас никто не видит. Я сейчас... Я сейчас... Я сейчас в препарате, видишь? Вот Жорнов. Добрался я до номера. Духота страшная стоит. Ой, здесь я не туда. В чужую комнату ловлюсь. У меня 402, я 407 ловлюсь. Ну, такие полики, офисы какие-то. Сейчас зайду, покажу вам комнату. Такой комнаток, который... Значит, называется... Коттелик Бостон. Очень символично. Смотрите. Вот такой однамеский номер. Лизерик. Ванна. Духота сильная. Ну, как-то так. Это площадь. Троянский конь. Это итальянский конь. Там какой-то базилик какая-то еще. Это... Мамма миа. Вы говорите велисимо? В велисимо. Главное, да присмещается в спорт баре. Зашли в магазин. типа нашего магнита все в евро даже да не знаю что у нас здесь долларов нету все в евро 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 но обычный как молочка обычный магазин как магнит итальянские сыры адриатическое море летняя площадка по итальянски там дети рисуют там море вдалеке вы видите такая дала вам не передать какой запах заходим в один из костелов такая площадь заходим как вы понимаете чисто экскурсионных какой храм я это не знаю костел вот кабиночки которые исповедуют закрыты не видно там и здесь кто базилика за первых христианские храмы так вот базилика как шатром построились вообще кайфует они все выходят на улицу общаются я практически ни у кого не видел спутников тарелок это единицы у кого все ставят спутниковые тарелки все общаются я вам также обещал показать как они вот квартирки вот идешь просто полить вот сразу квартирка и вот под когда проходишь здесь сразу видно как вот у них и дом и кухня и сразу все вот на ладони к примеру видите вот смотрите кухня смотрят телевизор а выше у них идет трехэтажный зачастую там на третьем этаже могут спать вот на первый этаж это вот у них кухня все как у нас зал и вот по улице идешь все вот одни двери 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 удивительно вижу особенность вот смотрите дверки открываются и сразу все квартира видите сейчас вы видите как итальянцы лепят пасту арики эти называется набережная баре прошелся небольшой дождик видите блестит очень тепленько и свежий воздух дорога в рим брусчатка такая была вот это старая базилика восстановленная это здесь старый город начинается сейчас мы идем на литургию помолиться у мощей взял записочки помолиться у всех кто просил погода замечательная вот меня на днях ругали что я дождь привез и ветерок прохладно сегодня вот покаялся погода восстановилась так что все замечательно сейчас идем в храм к мы идем поделюсь маленьким в такими впечатления что меня впечатлило ну помимо конечно же святыни а это две вещи первое это их местная фиеста когда нет с двух часов до пяти закрывает практически все на и идут спать вот это для меня конечно удивительно и второй момент это когда ты идешь по улочкам я вам сейчас немножко покажу идешь по улочкам и вот тут для тебя открывается двери и тут люди реально сразу вот ты по улице идешь и они здесь вот их квартиры на первом этаже они сидят общаются на втором этаже там третий этаж спят очень узенькие такие квартирки и вот сразу вот здесь кухня они здесь общаются смотрят телевизор то есть ну удивительно да у нас там забор у нас там дома надо еще дойти а здесь вот так вот все рядом вот примерно сейчас может быть если будем проходить таки я вам покажу как они вы немножко видели кадры когда мы ночью подходили к этому храму к ты базилики святей николай сейчас уже день сейчас более все хорошо видно ну как у него внешне внутри будет наверно также я думаю темновато но внешне вот немножко вам покажу у меня на самом деле это пришли дальше вот 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 Продолжение следует... 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 Песня. Слава тебе, Боже, на слава тебе, Пресвятая Богородица, спаси нас. Слава тебе, Богородица, спаси нас. Слава тебе, Боже, на слава тебе, Пресвятая Богородица, спаси нас. Слава тебе, Боже, на слава тебе, Пресвятая Богородица, спаси нас. Слава тебе, Боже, на слава тебе, Пресвятая Богородица, спаси нас. Слава тебе, Боже, на слава тебе, Пресвятая Богородица, спаси нас. Слава тебе, Боже, на слава тебе, Пресвятая Богородица, спаси нас. Слава тебе, Боже, на слава тебе, Пресвятая Богородица. Господь, Господь, терпи нас заступничай, И везде скорбь и скорбь и скорбь помочь ничей, Помози нам грешным и унылым, настоящим всем житиям. Умоли, Господа Бога, Даровать нам оставление всех наших грехов, Велико согрешили от юности нашей, Во всем житии нашим, делом, словом, помышлением, И всеми нашими чувствами. И во исходе душ наших, Помози нам, окаянным, умоли, Господа Бога, Всего тварь и садителя, Избавите нас с воздушных мытарств и вечного мучения, Да всегда прославляем Отца и Сына и Святаго Духа, И Твое милость в предсательство, Ныне и пресно, и во веки веку. Величаем, величаем дня, Святителю, Отче наш, Ныне и твой. Ищи святую память твое, 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 Ищи свят Сейчас причащается Духовинство. Сейчас мы с вами находимся в алтаре в пределе русском в храме Николая Чудотворца. Вот там вы видите сами мощи, а вот здесь в углу предела Русской Православной Церкви за рубежом, в котором в алтаре умолятся. Приложились, помолились за сестры. Русской Православной Церкви за рубежом. Русской Православной Церкви за рубежом. Сейчас ребята, классные ребята. Мы приехали в Матеру. Вот тут вот такие, смотрите, пропускные. Надо положить вот так вот раз и открылось. Вот мы приехали в Матеру. Здесь очень красиво, архитектурные будут всякие раскопки. В этом городке снимали много сцен из фильма «Страсти Христова». Местный рынок. Местная площадь, какой-то банк, может банк, не знаю. Мы с площади спустились сюда чуть-чуть ниже. То, что я вам сейчас панораму показывал. Надеюсь, видите, видать какой-то храм был. Потому что фрески выбиты. Я вам скажу, поверхность практически очень идентична с Иерусалимом, когда я был. Вот она, лестница вниз, чтобы туда можно было спуститься. Идем в музей, именно в Матере, как жили люди, обычные местные люди до 60-х годов. Иерусалим. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...